В очередной серии проектов Future Real Estate, Century 21, Словения и Preon.ru Мы рассмотрим не самый привычный для нас, но весьма популярный в европейских странах объект для инвестиций. Дома престарелых. Или точнее, жилье для пенсионеров. За этой формулировкой в старом свете скрываются вполне респектабельные объекты со своей спецификой. Почему инвестиции в дома престарелых схема интересная? Многим пожилым людям нужен особый уход, который не всегда могут обеспечить на дому даже самые заботливые близкие. В то же время в Европе множество вполне состоятельных семей готовы обеспечить своим старикам достойную старость. Значит, надо организовать компактное проживание пожилых людей в домах, где помогать по хозяйству и решать медицинские проблемы проще. За решение этой задачи можно брать деньги. Конечно, строительство жилья для пожилых людей не славянская разработка, говорит эксперт. Мы используем европейский опыт. Кстати, жилья для пенсионеров что в Словении, что в Европе сейчас мало, а востребованность велика. В отличие от Германии или, например, Франции, в Словении коммерческие дома, ориентированные на людей в возрасте, только появляются. Один из таких объектов находится в Камнике. Камник – потрясающей красоты старинный город, первое упоминание о котором относится к XII веку. Находящийся в получасе езды от Любляны первые столетия своего существования он не уступал по влиятельности нынешней славянской столице. Два замка в окружении горы Лугов и очаровательные средневековые кварталы. Камник – одна из жемчужин Словении. Объект, о котором мы говорим, находится, разумеется, не в туристическом центре, но, учитывая весьма скромные размеры города, можно сказать, совсем рядом. В нашем проекте шесть жилых домов, рассказывает Миран. В них 84 квартиры, внизу 102 парковочных места и 34 кладовки. В каждом корпусе есть и общественные помещения, залы для занятий спортом, библиотеки и просто помещения для собраний. В домах реализованы идеи, облегчающие жизнь пожилым людям. Самый понятный пример – широкие двери, которые упрощают передвижение инвалидов на сопровождающем лицах. Сама территория, на которой находятся корпуса, тоже, как вы видите, абсолютно ровная. В холмистом Камнике найти такую было непросто. Дело в том, что требования к подобному жилью касаются не только домов, но и окрестностей. Нужен пологий рельеф без каких-либо препятствий и, конечно, спокойный район, в котором люди будут жить в абсолютном покое. Часть квартир в Камнике покупают сами пенсионеры или их родственники. Но большинство потенциальных постояльцев все-таки не могут позволить себе такое жилье в собственность. Поэтому аренда в этих домах даже более популярна. В этом случае собственник должен обставить квартиру качественной, но обычно недорогой мебелью. Не потому, что боится за ее сохранность. Здешние арендаторы, как правило, весьма аккуратны. Во всем. Да, наш опыт показывает, что арендаторы таких квартир – пожилые люди, более надежные и дисциплинированные съемщики, подтверждает агент. Это касается и финансовой стороны вопроса. Пенсионеры всегда платят аренду в срок, оговоренный с инвестором. Это, по моему мнению, один из наиболее позитивных моментов для инвестора. Важно понимать, объект в Камнике – не медицинское учреждение. Это обычный дом, жить в котором, в принципе, могут все желающие. Нет никакой закрытой территории, и местные жители точно так же ходят в магазины и рестораны, которых немало поблизости. Да, здесь есть своя специфика, вроде кнопок вызова персонала в каждой квартире или набора дополнительных медицинских услуг для жильцов в комплексе. За счет этой специфики жилье получается более дорогим. Зато и аренда таких квартир более дорогая. Часть средств за постояльцев может вносить государство. Квартиры для пенсионеров должны быть особым образом оснащены и снаружи, и внутри. Помещения имеют соответствующие качества, и стоят они дороже. Спрос на такие квартиры только увеличивается, и средним потенциальным квартиросъемщикам приходится ждать подходящего варианта два года. Квартиры в комплексе Камник стоят от 90 тысяч евро за студию. Ориентировочная доходность около 4% годовых. Это вообще-то не больше, чем при сдаче в долгосрочную аренду квартиры в Мориборье или, скажем, в Любляне. Но принципиальное отличие здесь в более высоком стабильном спросе и надежности арендаторов, которым также помогает государство. Последнее, о чем стоит сказать, Камник – один из первых в Словении комплексов такого формата. Инвесторы могут входить в новые проекты по строительству домов престарелых еще на стадии котлована, в расчете уже на иную доходность. Камник – один из первых в Словении комплексов. Камник – один из первых в Словении комплексов. Камник – один из первых в Словении комплексов. Камник – один из первых в Словении комплексов.